Всех посчитают и всех услышат. К началу встречи на публичное обсуждение зарегистрировались больше 250 человек. Те, у кого есть вопросы, заранее регистрируются в Управлении архитектуры или встают в живую очередь. И очередь по-прежнему длинная, хотя плакатами с лозунгами зал уже не пестрит. Проблемные моменты и те же жители Саумачи, например, против проезда номер 11 через свой поселок. Считаем, что проезд один, который огибает все наши поселки и идет кольцом, как раз может решить все вышеописанные проблемы. И именно у этого проезда должна быть первая очередность. А проезд 11 в районе улицы Яркой отложить для реализации и привязать его к выносу труб. Сейчас мы пытаемся этот 11 проезд разделить на две части. Справа в одну сторону, слева от трубопровода в другую сторону. Тем самым сделать вид, что это дороги четвертой категории, которые могут располагаться от трубопровода на совершенно другом расстоянии, не задевшими двое застройки вообще. Поэтому улица Яркая. Спасибо и вас тоже. Активны сегодня и дачники. Каждый уточняет, коснется ли его садового товарищества новая трасса. Нам шлют по WhatsApp картинка страшная, что по нашей аллее, допустим, это будет проходить. СССР фото у меня. Дорога идет по северному краю Аббадаби, прижимаясь к самому поселку с северной части и не затрагивает все, что с северной этой дороги. Спасибо. Не меньше, чем за свои дома, многие переживают и за дом общий. Особенно на площадке в Дербышках много беспокойства за березовую рощу. Если слушать поднимательные комментарии господина Григорьева к этой схеме, то получается половина зеленой зоны будет закатана под асфальт. Мы не трогаем березовую рощу, мы не трогаем улицу Губровка и все остальное. Про какую половину озеленения, которую мы закатываем в асфальт, я не понимаю, о чем вы говорите. Давайте еще раз внимательно посмотрите все схемы, посмотрите количество дорог, которые у нас идут по зелени, а их буквально там 2-3 штуки на самом деле на весь этот план. Последние слушания пройдут завтра в 2 часа дня в Дакамирной и в 5 вечера в 27-й гимназии. Осенью генплан ждет утверждения в Казгурдуме и пока у каждого есть шанс внести в него свои пожелания. Лиза Анатольевна, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова